Здравствуйте! Это программа «По скрипту». Меня зовут Екатерина Чернышева. Сегодня у нас в гостях мэра Бакана Николай Булакин. Здравствуйте, Николай Генрихович. Добрый день. Поговорим о жизни республиканской столицы в наступающем году. Ну и начнем с главного. Республика осталась без налога Эдуарда Худайнатова. Это большие деньги для Бакана. Даже у нас в гостях, когда был Михаил Анатольевич Валов, мэр Саиногорска, он так белой завистью позавидовал вашим доходам от этого налога. А вот сейчас его нет. В связи с этим, от каких планов придется отказаться, а что сохраните в любом случае? Ну, это не столько, я имею в виду худайнатовские налоги, не столько довесок в городской бюджет, сколько большие 5-миллиардные поступления в республиканский бюджет. Нам-то всего 15-процентная долька достается. Но и это очень хорошо. Вот такой налоговый подарок, к сожалению, весьма вероятно, окажется одноразовым. В 2018 году 772,5 миллиона поступило индивидуального доходного налога от олигарха Эдуарда Юрьевича Худайнатова, бенефициара разреза Майерыхский, еще очень-очень многих активов у нас в стране и за рубежом. Вот он свой огромный подоходный налог проплатил в Хакасии. И это было большим подспорьем, прежде всего, бюджету республики, ну и абаканскому городскому бюджету тоже. Но мы в приложении к абаканскому именно говорим. Да, давайте про абаканский бюджет в этом разрезе поговорим. У нас и так бюджет 2018 года по доходам и расходам планировался рекордным и оказался по факту таким. Но с худойнатовской добавкой он получился еще более весомым, что позволило нам значительную долю вот этой прибавки в доходах в бюджет увеличить инвестиционную программу, вложить эти деньги в развитие города. Мы в 2018 году в инвестиционную программу со всех источников получили около 1,7 млрд рублей. Это очень большая для города сумма. И начали строительство многих объектов исключительно за счет городского бюджета, финансируемых. Но вот спортивных объектов в 2018 году, сейчас, мы строим аж 5. 5 больших и не очень больших спортивных объектов. Это завершение в 2019 году? Многие из них завершаются в 2019 году. Но это, прежде всего, легкоклетический манеж, спорткомплекс Абакан. Грандиознейшее сооружение. Это, я уверен, будет нашей гордостью, причем не только городской, а общереспубликанской. Хотя строим мы этот объект исключительно за счет городского бюджета. Практически от начала и до конца. Это физкультурно-оздоровительный комплекс ТИПСЕЙ с бассейном и фитнес-тренажерными залами. Школа? Это, я про спортивные объекты только говорю. Это универсальный спортзал в Красном Абакане, отдаленный район города, обделенный спортивными сооружениями. Вот теперь будет там очень хороший, игровой спортивный зал. Это два очень нужных и уникальных спортивных сооружения. Во-первых, Центр единоборств. Для нашей самой большой, многочисленной ДЮСШа по единоборствам. Борьба, бокс, кроте и восточное единоборство. 900 учащихся в муниципальной ДЮСШа по единоборствам учатся. А базы своей нет. Вот теперь будет одна из лучших в России баз. Дворец единоборств. Три этажа, три огромных зала. Николай Генрихович, вы пока хвастаетесь. Вы пока хвастаетесь. А придется ли от чего-то отказаться? Вопрос звучал так. То есть мы пять объектов, из них три начали впервые строить. Два продолжили строить. Всего пять. И пятый – это Центр настольного тенниса. Тоже очень хороший, нужный объект для школы по настольному теннису. В 2019 году мы их продолжим строить. Несмотря на все сложности и трудности и отсутствие худайнатовских добавок. А вот то, что вы сказали о школе, а я добавлю еще и детских садах, то здесь нужно говорить уже о реализации национальных проектов, общероссийских, федеральных, в которых в последние годы, точнее в 2018 и будем надеяться в 2019 году, Хакасия принимает активное участие. Это большой плюс. Вот мы говорили о республиканском бюджете. Вот на национальные проекты в 2019 году, плюс там другие федеральные добавки, субвенции, субсидии на исполнение федеральных государственных функций, где-то около 6 миллиардов. Ну документация готова, сейчас поэтапно защищают эти проекты. Совершенно верно. И Абакан активнейшим образом, и очень стремится при этом к этому, участвует в реализации этих национальных проектов. И школа огромная, и еще одну школу в следующем году начинаем строить. Такую же, тоже в северных микрорайонах города, где очень интенсивное жилищное строительство. Это все мы говорим об инвестиционной программе города, которая очень рекордной была в 2018 году, он еще не закончился. И будет тоже очень объемный, но все-таки поменьше, чем в 2018 году, в году 2019. И от чего все-таки придется отказаться? Отказаться придется от инвестирования в новое дорожное строительство. Просто на это нет средств. Но, с другой стороны... Это продолжение улицы Кирова? Нет, пока мы ее не будем продолжать. Пока особой надобности нет. Нужно завершить. Вообще-то улицу Кирова оформить. Нужно благоустроить обе стороны от начала до конца улицы Некрасова. Ну, все, что прилегает к новому жилому массиву Арбан. Но вместо больших затрат на новое строительство, мы активно стремимся войти в федеральную программу, национальный проект «Качественные городские дороги». Как муниципалитет? Как муниципалитет. Это Хакасия принимает участие в этой программе, в федеральной программе. Но она ориентирована на региональные центры и на обновление, реконструкцию, капитальный ремонт. Ну, попросту говоря, покрытие сплошным асфальтовым слоем существующих городских магистралей. Вот давайте, кто хорошо знает Абакан, приведу наглядный пример. Улица Щетинкино, центральная улица, асфальт-то старый и потрескавшийся, и земля ходит, то есть неровный. Улица Пушкино, особенно от района мясокомбината, от Мавра, вот до Кольца, и даже дальше по центру города до маршала Жукова. Вот это все нужно застелить сплошным асфальтовым слоем. Это нас ждет летом? Это ждет нас в ближайшее время. По крайней мере, мы всячески стремимся получить эти федеральные деньги на капитальный ремонт абаканских городских магистральных дорог. Когда станет известен результат? В ближайшее время. В новом году уже? Да, да, это все планы на 2019 год. Поэтому мы принимаем в скором времени городской бюджет на 2019 год. Республика приняла, нас больше ничего не сдерживает. Но мы рассчитываем в этот запроектированный уже, я надеюсь, мы его примем, городской бюджет 2019 года, получить еще добавки. Вот на эти городские дороги. Мы очень много хотим получить, имеем на это право. Мы хотим получить еще добавки, которые пока не прописаны не в региональном бюджете, не, естественно, в муниципальных, в том числе в абаканском городском бюджете. Деньги на продолжение, третий год уже будет, федеральные программы, комфортная городская среда. Это благоустройство дворов, общественных территорий. Там мы тоже собираемся не меньше, чем в 2018 году получить. Еще добавочка. Так, ну и... Я поняла, что планов громадье, и, в общем-то, вы ни от чего не собираетесь особо отказываться. Нет, мы не имеем права, я бы... Может быть, от новых проектов частично... Нет, наоборот. Вот давайте даже на очень интересную тему, хотя довольно опасную и рискованную, в этом плане поговорим о новых проектах. И, в частности, закрытая ледовая арена. Много слов было сказано про ледовые дворцы. Проект, продвигаемый бывшим губернатором Виктором Михайловичем Зимовым. Совершенно верно. Много слов сказано, а тема актуальная. В самом деле, у нас нет крытой ледовой арены. Ну, хорошей. Я не говорю ледовый дворец, мне это название вообще не нравится. Сокрытая ледовая арена. С трибунами, для проведения соревнований, тренировок и так далее. Конечно, рассчитывая на деньги Худайнатова, мы в администрации города посовещались и решили. У нас следующий большой спортивный объект в городе должен располагаться в будущем большом, хорошем, красивом парке Арбан. Жилой массив Арбан. В его центре. Ну, что-то наподобие Преображенского парка, но только в другом виде. Но не меньше по площади. Парк Арбан. Там, с одной стороны, в одном углу этого парка костел. Красивое здание. Небольшое, красивое, но в архитектурном плане привлекательное. Оно украшать будет парк. А в другом конце большой спортивный объект. Какой? Вот это самая закрытая ледовая арена. Назовем ее Арбан-арена или Абакан-арена. Ну, как в других больших городах. Но удовольствие – это дорогое. Я пошел к Виктору Михайловичу Зимину. Не так давно это было. Ну, естественно, до выборов. И постарался его увлечь этой идеей. А не построит ли нам на паритетных началах, с финансированием 50 на 50, город и республика, все-таки вот такую закрытую ледовую арену. С трибунами. Ну, на тысячу-полторы тысячи мест. Виктор Михайлович – человек увлекающийся. Но идея была поддержана. Поддержана однозначно. У нас остается немного времени. Вы имеете в виду, что сейчас под вопросом этот проект? Да, под вопросом. Нет. Президент написал резолюцию. Дать Хакасии 700 миллионов. Вот отправной момент. То есть наш предыдущий глава республики пошел, как он имел обыкновение. Это большой его плюс. К первому должностному лицу государства. И подписал письмо. Резолюция наложена. Я поняла, что вы имеете в виду. Вы не уверены, что с новым губернатором получится это? Нет. С новым губернатором мы уже в предварительном варианте обсудили эту тему. Добро. Я имею в виду новые проекты. Новый проект. И сейчас мы подыскиваем. И решили не подыскивать. Объявить творческий архитектурный конкурс на эскизный проект нового ледового спортивного сооружения. Скоро мы его объявим. Потом проект «Победитель». Так же, как с Центром единоборств. Проект «Победитель» будет уже оформлен документально. Техническое задание оформлено. И мы разыграем тендер на проектирование. Это еще 6-7 месяцев. И после этого уже можно будет строить, получив федеральные деньги. И добавив немного своих. Николай Генрихович, вы упомянули об отношениях с новым губернатором. Как они складываются? Ну, давайте о ней поговорим. Потому что Виктора Михайловича вы поддерживали. Временно исполняющего обязанности Михаила Развожаева тоже. А вот с Валентином Олеговичем как сотрудничество? А, знаете, я руководитель публичной власти. Публичный человек. И поэтому мне свои личные симпатии, антипатии по отношению к какому-то другому, более высокому руководителю, тем более, нужно оставить при себе. Моя первостепенная обязанность находить конструктив во взаимоотношениях. С Валентином Олеговичем такой конструктив уже найден? Ну, вы знаете, рано об этом говорить. Потому что слишком скоротечные, быстротечные вот эти совещания. Сто дни губернаторства уже прошли? Уже? Да. Нет, сто. Что-то вы... А, в ноябре, ну месяц, хорошо. Месяц всего, да. И пока предварительная договоренность есть. Все, мы начинаем работы по проектированию, и затем строим, будет этот объект строиться в Арбане, и будет он муниципальным. А республика будет нам всячески помогать. Но вот эти 700 президентских миллионов, которые отписаны в виде резолюции, еще нужно провести через московские министерства. Нужно, чтобы эти деньги реально перешли в строчку в федеральном бюджете. Скорее всего, на 20-й год. Ну, вот это вот такая дальняя перспектива. Но это за республиканскими властями это дело? Да, мы в данном случае зависим от проработки этого вопроса на Росфорожском уровне. Николай Генрихович, пару слов о положении республики. Вот окажись вы руководителем республики в этот момент, чисто теоретически. Все мы знаем, что она в финансовой яме находится. Какие шаги нужно предпринять, чтобы выйти из этого положения? Ситуация очень тяжелая в самом деле. Тут это объективно. Я думаю, спорить с этим никто не будет. Здесь очень много работы, методов и приемов для небыстрого и не сразу вывода республики из такого крайне тяжелого финансового состояния. Судить о действиях правительства, конечно, еще преждевременно. И, ну знаете, вот есть такая поговорка или фраза правильная. Если хочешь узнать человека в деле, каков он по своим задаткам, талантам, способностям, профессионализмам, качествам характера, дай ему власть. И он себя проявит с той или иной стороны. И что хорошо, все жители Хакасии, все избиратели, могут давать собственную индивидуальную оценку. Мы сейчас не об оценке говорим, губернатор, и его деятельности. Я хочу сказать, что для того, чтобы оценивать или делать какие-то выводы, даже предварительные, даже еще пока сугубо такие первоначальные, времени слишком мало. Единственное, я хотел бы, может быть, сказать, что, это моя точка зрения, что действовать, на мой взгляд, нужно более оперативно и динамично. В решении кадровых вопросов, в решении структуры правительства и вообще властных структур. Поэтому вот, я уже сказал, главное. Оперативность. Спасибо. Хороший совет. Остается всего пара минут. Я предлагаю поздравить горожан с Новым годом. Еще у меня вот последний вопрос, он тоже касается Нового года. Губернаторской елки нет в этом году. А вот вы в два раза больше. Нет, не в два раза больше, не надо. В два раза больше всего делаете, украшаете город. Это накладно? Нет. И вы от этих расходов не смираетесь? Вот это украшательство, это не так дорого стоит, как многие думают. Тем более, все вот эти весюльки и светящиеся элементы сделаны нами собственными руками. Пусть это не удивляет. Кого-то это значит... Коммунальная служба вашего мастера. Это служба благоустройства. Абаканская служба благоустройства закупила элементы и сама, то есть намного дешевле, чем это покупать, и самое главное, надежнее, долгоиграющее и долговечнее получилось, и качественнее. Сделает и будем так делать. Поэтому не так дорого это стоит. Ну а затраты электроэнергии на диодах там совсем они смешные. Ну и поздравления. Мы, может быть, в качестве компенсации для самых маленьких горожан, которые любят самых маленьких горочек кататься на театральной площади возле администрации, три или четыре горки сделаем в этом году для того, чтобы ребятишки в центре города могли вечерами там теплыми покататься. А Новый год, в самом деле, уже не за горами, хотя время еще есть. Это очень долгожданное, ожидаемое и детьми, и взрослыми время. Время сказочное время, время надежд, время мечтаний. Надежд у нас сейчас должно быть очень много. Жизнь не такая простая и веселая, и беззаботная, как хотелось бы. Не все благополучное и на стране, и у нас в регионе проблем много. Поэтому праздник всегда нужен, как отдушина, как контракт, как перерыв в нашей повседневной, такой серой, тяжелой иногда жизни. Поэтому я с радостью сам жду этого праздника и желаю всем горожанам, ну, может, у нас не только горожане смотрят, очень хорошо с легким сердцем, с чистой душой встретить этот праздник. Может быть, попытаться с Нового года начать жизнь по-новому. Ну, заканчивается время эфира. И, естественно, с Новым годом поздравлять еще рано, но, тем не менее, готовиться к нему уже нужно. Поэтому встретим Новый год очень хорошо. Спасибо, Николай Генрихович. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok